Елки-палки, шо оно такое? Вот смотри, сегодня приобрел. Ага. И пепельница. Супер, это просто невероятно. Привет, ребята, я знаю, что вы любите конкурсы, и как раз в этом видео будет конкурс и розыгрыш. Вот вы видите монету 10 гривен, покрытую настоящим золотом. Для участия в этой акции вам нужно просто перейти на канал моего друга Лавка Удовольствий и под последним видео написать привет от фартового коллекционера. Вперед, подписывайтесь. В комментарии обязательно напишите, что вы от фартового коллекционера, чтобы я видел, что вы от Леши, и мы разыграем эту монету. Ребята, монета просто класс. Ну что, видим лавка Удовольствий. Погнали. Привет, привет. Что ты зачитаешь, образовываешься? Да, хочу ролик запилить. На старорусском? Сейчас я музыку выключу. Прямо. А как тебе часы? Посмотри, сколько время. Сколько же время? В разных часах по-разному. Ну тебе не идут. Ну просто да, тут по Лондону. Это Лондон, это у нас там по Украине, по Китаю. Гляньте, что эта штука интересная. Подумайте, что это такое. Так, что там у тебя новенького? Прислали монету за 1000 долларов. Ух ты, надеюсь. Вот, смотри. И это 1 гривна английский чекан. Супер, супер. Это просто невероятно. А ну-ка покажи сбоку. Ну зачем сбоку? Посмотри просто так. Да, 1000 долларов. Это хорошая цена за это. Ну скидку можно сделать. Сказали, можно сделать. Да? Да. Ну класс. Зато ты будешь всегда выиграть. У девушек на поцелуй. Ты-то сам, да, в лавке? Я же такой храбрый. Так я ничего не говорю. Это вырезать надо, Лёш. Я понял. Я отдельно буду продавать этот кусочек ролика. Так, что тут у тебя? Изучаешь? Я не изучаю, я снял только что ролик. Думаю, все ли я рассказал про юбилейные монеты СССР. Ага. Ребята, кому тема интересная, переходите к Саше на канал. Наверняка это видео уже у него есть. Нет. Выложенная. Нет. Ты же не знаешь, когда я буду выкладывать свой? Нет. Только снял. Вот я думаю, ничего ли я не упустил, потому что у людей очень много вопросов. А у нас же народ, знаешь как, я вчера выпустил ролик про мелочи СССР. И сказал, какие года дорогие. И тебя завалили. И завалили. Ну недорогими, понимаешь? А эти? Я же сказал. Ведро вот таких вот у меня есть. И вот таких ведро есть. 60 гривен килограмм я все у тебя приму. 60 гривен килограмм? Да, принимай. Ой, принимай. Приноси. Хорошо. Хорошо. Ну у меня оно на даче. Просто нужно ехать за ним. А доставка ведра будет стоить 500 гривен. Вот смотри, сегодня приобрел. Ага. И пепельница? Ну не знаю. Или чернильница. Можно поднять полоток и использовать его по назначению. Можно. Можно попробовать. Класс. Что еще супер нового? Вот человек захочет прийти купить у тебя что-то. Вот. Куда, конечно, не глянь. Везде все интересно. Что ты можешь еще раз рассказать? У меня все интересно. У меня вообще не интересно. У меня ничего нет. Это все, представляешь, это все фарфор, ручная работа. И, к сожалению, там есть потери. Но вот этот фарфор накупыв. Вот. Только место освободил. Только их расставил в лавке. Вот курятник прислали новой почтой. Видишь? Ёпки-палки. И что она такая? Это на Виолите я одним лотом купил. Всех этих вот. А тут клеем никаких тютюк. Да там есть. Есть. Внутри? Есть какая-то керамическая фабрика. Нет, на некоторых есть. Птички. По статуэткам по этим тоже много чего нового. Здесь и у меня по иностранщине много. Вот. Буратины, мальвины. Различные. Что тебе еще показать? А монеты Украины? Окей. Что там самое появилось у тебя редкого? По монетам Украины, ты знаешь, скажу так. Во-первых, во-первых, я распродал очень много. Цветного? Очень много монет, которые у меня были. Те, которые мы находили в обиходе. При переборах я очень много распродал. Из этих монет у меня есть ролики. 95-е, я вижу, есть 96-е. Да. 92-е. Да, да, да. 92-е. Ну, ты что-то не вижу, наверное, распродался. Вот эту редкую монету ты видел, да? Я тебе показывал? Да, это тебе сделал, подписчики. А ты видел ее, да? Видел. Ну, я видел ее в онлайне, я живьем не видел. Вот тебе на. Смотрите. Золотой ленин, да? Приваренный. Да. Ну, да, да, да. Здесь 10 грамм золота. А, тебя, да? Тебя выбрали, сделали, да? Почти как ты. Да. Такой. Класс, класс. Здесь 10 грамм золота. И чтобы у тебя приобрести, я бы взял... У меня десятки закончились там. У меня что, не по 9 гривен, ты знаешь, да? Новую цену моего лавка удовольствия. Блин, нет, я не готов так покупать. Можно по 11? По 11? По 12, ладно, договорил. Или по сколько? Понял, договоримся, договоримся. Вот тебе, пожалуйста, подписчики принесли. Говорят, мы увидели ролики, ждали, ждали, пока ты расскажешь про монеты других стран. Та-да! О, боже мой. Тут можно теперь перебирать, перебирать, наслаждаться. Вот тебе ткань. Здесь, кстати, есть. Монеты других стран, это не совсем моя тема. Ну, не важно. Так. Есть разные красивенькие монетки. Красивая такая есть. Даже так. Это ж не твоя тема. Так дарят, друзья. Люди просто дарят. Просто вот друзья приезжают, говорят, ты нумизмат, мы тебе редкую монету привезли. Дают там монету. Стотинки. Вот такого, да, формата. В принципе, я всегда радуюсь подарком. Для меня бесплатная реклама, это круто. И бесплатные монеты, это просто радость. Самое интересное, ты понимаешь, есть даже вот 43-го. Ну, есть интересные года, интересные монеты. Я даже еще не перебирал, не разбирался. Просто человек говорит, вот у людей скопилось. Понимаешь? Скоро, скоро. Ой, вижу, даже у тебя есть, как это называется, почетный гражданин, да? Да. Вот это, да. Я такой когда-то его снимал на клубе. Кроме класс. Что, вот эту медаль? Да, да. А за что она вручается? За то, что ты близко знаком с мэром. Или еще как-то так. Просто так, такие вещи. Ну, вручаются тоже, бывает, бывает, случается. Окей, окей. По монетам редким есть вот 5 копеек интересные. Класс. Видишь, глянь, какая вещь попалась мне в лавке. Увеличивай. Редчайший знак в годовщину февральской революции 1917 года. Ёки-палки. Этот знак, чтобы ты понимал, он из серебра выполнен, да? И просверлен, видишь, то есть его немножко испортили. Ну, его носили, там должно быть ушко. То есть оно, видать, отломалось какие-то года. И его просверлили и носили еще раз. Вот. Весь каталог полностью перевернул. И нашел только форму подобную. А надписи, то есть делал ювелир вручную. То есть не... В общем, речайшая вещь. А с другой стороны, как он там? Пустой или что-то есть? Ага, ничего нет. Где-то ставили клейма, где-то не ставили клейма серебро. Здесь, скорее всего, оно было на ушки, но, к сожалению, оно не сохранилось. А вот какие-то единички тут что-то. Ну, окей, да. Да, действительно, вещь прямо необычная. Не часто вижу такие жетончики. То есть это памятный жетон революции. Ребята, смотрите, что я увидел в лавке удовольствия. Это сабля. У нее такая вот деревянная ручка. Гарда такая. Она немножко, вот видим, какие-то следы ржавчины есть. Но, в целом, офигенная штука. Не думаю, что она острая. Ну, такая, средней острости. Ну, вообще, представьте, такую подержать в руках. Я их держал. И Саша смотрел на Акинак, а тут настоящая здоровенная сабля. Прямо интересно, он, когда держал Акинак, у него была она или нет? Прямо ух. Не была. Просто. Он как раз визуализировал, да? Сказал, что хочу вот такое, чтобы эгэгэй. И вот, друзья, видите, вот так сбываются ваши все желания, мечты. Так что ставьте себе цели, визуализируйте то, что вам хочется. И вот такие охрененные предметы к вам будут приходить. Ваш фокус так... Можно попробовать что-нибудь ей разрубить. Вот, офигенная вещь. Продается, я так понял, у Саши в лавке удовольствия. Вот она, монетка, покрытая настоящим золотом. Именно ее я разыграю. Как вы помните, канал Фартовый коллекционер. Это всегда про удачу и фарт. Верьте в свою удачу. Пишите комментарии в каждом моем видео. Спасибо за просмотр. Всем пока.